Продемонстрирую использование параметров бизнес-процессов для процессов в живой ленте. Доработаем для этого наши заявки. В нашем задании по условию было указано так, мы не можем менять заявку после ее согласования. То есть редактирование ее уже недоступно для того, кто ее создавал. Но, к примеру, мы хотим дать возможность, во-первых, указывать поставщика, тот, кто будет у нас эту заявку реализовывать, а, во-вторых, дать возможность его менять, и после того, как заявка была согласована. Для этого можно сделать отдельный бизнес-процесс. И поставщик я сделаю отдельным списком, для того, чтобы дальше показать еще вам ряд примеров по возможностям бизнес-процессов. Добавлю новый процесс, в котором будем хранить данные по поставщикам. Доступ пока добавлю всем на чтение. Добавлю в него пару элементов, чтобы начнем тестировать. Теперь необходимо добавить поле «Поставщик» в наших заявках. Тип мы укажем «Привязка к элементам». Укажем, какой именно у нас используется здесь список или процесс наш «Поставщики». Все остальное оставим по умолчанию. Сохраним. Списки настроек отображения этого поля. Подготовительную работу мы с вами сделали. Теперь создадим бизнес-процесс, который будет с помощью параметров запрашивать данные у пользователя и сохранять их в нашу заявку. Мы не будем его запускать автоматически, а только вручную. Нам потребуется параметр. Тип у нас также будет «Привязка к элементам». Давайте его сделаем необязательным и немножественным. Укажем также, какая именно у нас привязка. Мы создавали его в живой ленте, поэтому это «Процессы поставщики». Сохраним. Теперь, собственно, наш бизнес-процесс. Он будет очень простой. Во-первых, мы проверим, были ли заполнены данные. Если данные указаны, нам нужно их записать в наш элемент. И давайте сделаем запись в наш лог, чтобы можно было ориентироваться, что происходит. Можно, конечно же, было бы сделать просто параметр «Обязательный». Да, если он не был бы указан, наш бизнес-процесс даже бы не запускался. Я подготовил здесь наши процессы к дальнейшим доработкам, поэтому сделал такое условие. Сохраним и проверим, что у нас получилось. Давайте попробуем запустить бизнес-процесс. Система нам говорит, что необходимо указать данные, наш параметр. Бизнес-процесс отработал. В поле «Поставщик» мы с вами видим его карандаш, который мы и выбрали.